Доброе утро, уважаемые коллеги. Очень жалко, что у нас не будет первого доклада, потому что мой второй доклад, он будет сочетать и маммографию, и мамосцентографию. И мне хотелось бы, конечно, я думала, что выступят по маммографии, немножко освежат память все принципы работы маммографии, но я постараюсь в своем докладе остановиться на тех местах, которые будут вам немножко, может быть, непонятны. В наш форум идет третий день, и даже четвертый, и четвертый день. На четвертый день я хочу сказать, что, конечно же, что рак молочной железы – это большая проблема, она занимает лидирующие последствия как смертности, так и выживаемости пациентов. Поэтому в настоящее время уже очень хорошо и известно, что выбор адекватной тактики лечения, и без децидивной выживаемости он зависит от точности диагностики, как первичного очага, так и распространенности процесса. И мы все знаем, что к основным методам лучевой диагностики – это относится рентгеновская маммография, это ультразвуковая диагностика, это магнитно-дизонансная томография и, конечно же, радионуклеистные методы диагностики. Основным методом, который я сказала, конечно, остается маммография. Это золотой стандарт, он является единственным методом визуализации рака молочной железы во время скрининга и позволяет нам выявить как единственный нам запризнак, а может быть, как первый признак – это микрокреценант. Но маммография, она имеет и свои пределы. Я хотела сказать, что рентгеновская маммографическая плотность, она обратно пропорциональна чувствительности маммографии. То есть, чем выше плотность нашей молочной железы, это четвертый тип, тем меньше чувствительность для выявления рака. Конечно же, присоединение маммографии, таких методов, как ультразвук, МРТ, они позволяют увеличить диагностическую точность выявления рака, но они тоже имеют какие-то свои пределы и методы. Это бывает иногда, ну, может быть, повышенное стоимость заболевания, это трудоемкость. И в этой работе тоже бывает гипердиагностика, которая приводит к биопсии, иногда ненужным биопсием на доброкачественных образованиях. И не только в нашей стране и за рубежом все думают, как бы совместить с чем-то маммографию, с каким-то новым методом, для того, чтобы улучшить диагностическую точность. Поэтому нашей работой, значит, стал, я, в следу нашей работы, мы решили объединить два метода. Это метод анатомической маммографии и метод функциональной маммографии, стомаротропных препаратов и технических. Для определения места как маммографии, так и маммосцентографии в алгоритме обследования пациента с подозрением на рак молочной железы, нацеленного как раз-таки на уменьшение количества биопсий. Мы поставили перед собой задачи, это изучить диагностические точности как маммографии, так и маммосцентографии молочных желез у пациента с подозрением, информативность у пациента с плотной молочной железой, выяснить диагностические возможности как маммографии, так и маммосцентографии опухоли, размеры которых меньше 10 мм. Я напомню, что опухоли, которые равны и меньше 10 мм, относятся к минимальной карциномии. И как раз-таки у этих пациентов достаточно хорошая безрецидивная выживаемость, она достигает до 98%. На это и нацелен скрининг маммографии. Следующей задачей это было оценить информативность двух методов по обнаружению мультицентричного рака и, конечно же, уточнить место маммосцентографии в диагностическом алгоритме при обследовании пациента. В наше исследование вошла достаточно большая когорта пациентов, которая составила 437 человек. Возраст пациента был от 24 до 82 лет, средний 53 года. Из этой когорты 367 пациентов были со злокачественными образованиями, 70 с доброкачественными, 227 пациентов у нас были с плотной молочной железой и 250 с неплотной. Из этой всей когорты мы сделали такую классификацию. Мы разделили найденные наши находки на очаги меньше 1 см или равные, и очаги больше 1 см. Из всех этих исследований в заключении мы определили 47 пациентов с мультицентричной формой рака. Какие же методы исследования мы использовали? Мы использовали физикальный метод ПСИМ, маммография, которая проводилась в медиалаторальной, и крайнюю кандидатальной проекции. Находки при маммографическом обследовании описывались согласно рекомендациям системы БАЙРАС, то есть системы интерпретации, протоколирования, визуализации научных желез. Мама с синтеграфией проводилась с применением радиофармпрепарата, отечественного производства, 99-ми битных нитрил, через 10-15 минут после внутривенного введения, в боковой и прямой проекции. И естественно же всем этим пациентам была сделана биопсия, то есть всем привели верификацию процесса. Какие же основные группы вистологические мы нашли? Из доброкачественных, это была инвазивная протокова, неинвазивная внутрепротоковая карцинома, инвазивная протоковая карцинома с преобладанием внутрепротокового компонента, дольковая, и редкие такие формы, как нитулярные и тугулярные. Из доброкачественных, это были фибраденомы, локализованные фиброзы и фиброзно-кистозная болезнь. Все маммографии мы оценили по, я уже сказала, системе Байрац на злокачественной. И положительным тестом на злокачественность у нас считались данные, которые мы получались при Байрац равными и больше 4. При маммос синтеграфии, я уже сказала, что препарат вводился внутривенно в противоположную руку от патологической молочной железы. Если мы предполагали билатеральное поражение молочных желез, то препарат вводился в дерзальную вину с тобой. Все маммос синтеграфии, они оценились также на вероятной злокачественности. В группу низкой вероятности злокачественности у нас вошли пациентки, у которых был достаточно низкий индекс накопления, или вообще его не было от 0 до 0,5. К неопределенной вероятности злокачественности у нас относились от 0,5 и чуть выше единицы, и все остальное у нас относилось к высокой вероятности злокачественности по гиперфиксации. Мы провели сравнительный анализ этих двух результатов. И что мы и видим? На гистрограмме мы видим, что как чувствительность, так и точность наших данных результатов, они сопоставимы. Однако, когда мы стали изучать результаты, сложно для галактики, на право боковой маммос синтеграфии, мы не видим никакой фиксации. Коэффициент опухоль-фон равный 0. Но при гистологии мы получаем регулярный рак. Следующая группа пациентов, которых мы обследовали, мы разделили пациентов с плотной и неплотной молочной швизой. Все они оценивались также по системе ВАЙРАС. Я напомню, что первый тип молочной железы состоит только из жировой. Второй тип молочной железы – это жировая с включением и фиброграндулярной ткани. Их составляют всего где-то 25%. Третий тип – это неоднородно плотная молочная железа, где фиброграндулярная ткань будет от 25 до 75%. И четвертый тип – это достаточно плотная молочная железа. Так вот, именно высокая плотность генологическая, она по нашим данным регистрируется у пациентов, у которых были третьего и четвертого типа. И что же мы получили? Что когда мы сравнивали чувствительность, специфичность и точность у этих пациентов с плотной и неплотной молочной железой, оказалось, что при маммографии при плотной молочной железе, конечно, дает очень маленькую и чувствительность, и специфичность, и точность. Но когда мы увидели тех же пациентов, обследовали при маммассцинтиграфии, оказалось, что радиологическая плотность на накопление пармпрепарата не влияет. И чувствительность, и точность специфичность мне достаточно одинаковая. И что какие мы в этом из этого можем сделать? Что у пациентов с плотной молочной железой, мы, конечно, должны использовать такой метод, как маммассцинтиграфия. Она нам дает повышение как чувствительности, так и точности, то есть диагностическую точность для выявления опухоли. Еще раз пример. 52-летняя пациентка с плотной молочной железой. Мы видим такой фокус уплотнения с нейтрой, мы выставляем Байратс-4. На правой боковой маммассцинтиграфии мы видим накопление очаг фон-4 и гистология инфильтративно-протокового сцинума. Второй пример. 46-летняя пациентка с нейтрой перемычевым поражением правой молочной железы. На маммаграде мы выявляем небольшой узел, 87 мм, выставляем Байратс-4. На маммассцинтиграфии мы выявляем очаг, причем фон его 3,1, гистологический, неинфильтративно-протоковый рак. Еще один пример. Сокая 6-летняя пациентка с достаточно плотной гиброграндулярной тканью. Мы определяем в ней при большом увеличении фокус скопления полиморфных кальцинатов. При направой боковой маммассцинтиграфии мы выявляем узел с достаточно повышенным накоплением гиперфиксации, очаг фон-3,3, гистология неинфильтративно-специфицированный рак. И поэтому мы хотим предложить какую-то схему обследования в больнице в зависимости от возраста. Все пациенты имеют с маммографией. Если же возраст пациентов старше 40 лет, и можно предположить, что это не плотная молочная железа, то эти пациенты могут учить нас на тройную диагностику. Что такое тройная диагностика? Это клиническое обследование, это маммография, это биопсия под невидами, то есть под УЗИ и под рентгеновскими. Тройная диагностика, она достаточно дает высокую чувствительность, которая калибрится от 93 до 95%. И если все эти три теста нам подают, что это очаг доброкачественный, то вероятность диагностической ошибки, она меньше единицы. Если же возраст пациентки меньше 40 лет, и мы понимаем, что мы можем столкнуться с плотной молочной железой, то тогда этим пациентам мы можем предложить сделать маммостинтибротию. И в отрицательном результате они уйдут на дальнейшее обследование, ой, последующее наблюдение. А при положительном выполняется биопсия. Мы еще сравнили еще одну группу. После оперативного вмешательства у наших 47 пациентов оказалось рак с мутицентричным ростом, который был, скажем, мистологическим. И мы решили рассмотреть этих пациентов уже перспективно, точно ли мы поставили тогда мутицентричный рак. Потому что мы знаем, что при выявлении мутицентричного рака это полностью меняется тактика лечения. И что оказалось? Что при достаточно таком доступном методе маммографии, который мы используем, чувствительность и точность специфичность были очень низки для выявления мутицентричного рака, особенно на фоне плотной молочной железы. Тогда как и маммассцентричный рак эти данные были достаточно высокие. То есть отсюда опять мы можем сделать выявление, что мы должны назначать пациентам маммассцентричный рак. То есть она повышает нашу и диагностическую точность, и вероятность пропускания рака, она, конечно, снижается. В 30-летие для пациента с первым учебным упражнением молочной железы высокая плотность без очаговых снимений мы не поставили. При маммассцентричном раке на лево-боковой планарной синтеграме выявляется несколько очагов патологической гиперфиксации, индекс накопления очаг фон от 3 до 4 и 6, и гистологический, витамино-протоковый рак, мутицентричный рак, снистостазами в акселлярных гиперфиксических узлах. Вся колени обоцелёнка с фальпированием очагового поражения правой молочной железы. Монограмма показывает высокую плотность без очаговых изменений. На правой боковой планарной синтеграме мы видим несколько очагов патологической гиперфиксации и также подмышечной стопности. Гистологический, инвазивный протоковый рак, мутицентричный рак, снистостазами в акселлярных гиперфиксических узлах. Какие же выводы из всей этой нашей работы? Мы можем хотим сказать, что мамоксинтеграфия с технетривом используется, наверное, должна как дополнительный метод исследования к мамографии и является эффективным методом исследования пациентов с подозрением на рак. Мамоксинтеграфия осуществляет точное появление количества очагов, то есть она выявляет более точно мутицентричный мутифокальный рост опухоли, особенно на фоне плотной молочной железы. Если очаг поражения у нас меньше 1-2 метра, то мамоксинтеграфия не даёт нам дополнительной информации. И на основании этих выводов мы можем сказать, что мы бы не советовали, наверное, сейчас ещё мамоксинтеграфию, это как скрининговый метод, потому что скрининговый всё-таки это выявление очагов до 10 мм минимального рака, а всё-таки для мамоксинтеграфии это достаточно трудно. И, конечно же, применение совместного мамоксинтеграфического обследования, протокола, оно могло бы заменить, значительно улучшить диагностику ракомолочной железы и уменьшить количество ненужных биопсий, проводимых у нас у пациентов с БАЙРАЦ-3 и БАЙРАЦ-4. На основании этого мы не сделали такую схему алгоритом следования пациента для свидетельствения на ракомолочной железы. То есть пациентам наполняется мамография. Если на мамографии мы выставляем высокую вероятность локачественности, то есть ставим БАЙРАЦ-5, эти пациенты уходят у нас на биопсию, на дальнейшее лечение. Если же при мамографии мы выявили неопределённую, то есть, БАЙРАЦ-4, глиницкую вероятность локачественности, БАЙРАЦ-3, и при этом мы выявили очаг меньше 1 мм, то эти пациенты опять-таки уходят у нас сразу на верификацию процесса. Если же у нас очаг больше 1 см, мы этим пациентам назначаем мамосцентепрофит. При отрицательных результатах они уходят у нас на дальнейшее наблюдение, при положительных биопсии, дальнейшее лечение. Ещё мы хотим бы предложить это, конечно, для маммологов, а не для диагностов, в следующую схему. Из этой схемы мы хотим бы спросить, а нужна ли нам мамосцентепрофия в группе пациентов с БАЙРАЦ-5? Да, наверное, она нужна. Если у нас есть подозрения на мультицентричность, на биоплатеральный веторак, если мы подозреваем и на наших маммограммах не видны метастатические мематические узлы в акселярной области или нет, то эти пациенты, конечно же, должны управляться на мамосцентепрофию. И в дальнейшем, если эти пациенты будут получать нео-адивансовую химиотерапию, то нам, конечно, нужна мамосцентепрофия для оценки эффективности. Но это другой доклад, поэтому я не буду на нём останавливаться. И вот для маммологов мы могли бы тоже предложить вот такую схему обследования пациента. То есть приходит пациентка, у неё парпируется уже очаг. Если эта пациентка входит в группу высокого резка, то есть и почти очаг парпируется, и деление соскальствия, у неё есть носительная мутация ВСА-1, ВСА-2, у неё есть семейная анамнеза, то, конечно же, этим пациентам, я думаю, что надо предложить тренировую диагностику, то есть которая включается в клиническое обследование, маммоградия и дальше биопсия. Если же у этих пациентов низкий рой, то есть это скриненовые пациенты, делается маммография, дальше при появлении Байратс-5 они выходят на биопсию, на лечение, при Байратс-3-4, то есть это того, в котором мы хотим снизить количество вот этих ненужных биопсий, делается сэнтимомография, при положительном делается биопсия, при отрицательном они дальше у нас наблюдаются. С последующим. Спасибо, Ваня. Какие вопросы будут?